Потерять работу и, соответственно, зарплату могут сразу несколько сотен жителей столицы региона. Все они заняты розничной торговлей в павильонах и киосках. Как это связано с нарушением федерального закона, расскажем в следующем материале. За этими стенами 28 квадратных метров семейного бизнеса. Вот уже 16 лет Татьяна Шваб является предпринимателем. Но, возможно, этот год станет последним. Несколько недель назад женщина получила уведомление от администрации Иркутска о разрыве договора аренды участка. Нет земли – нет торговли. Очень печально, потому что это единственный доход. Семейный бизнес. Придется искать работу, придется что-то думать. В подобной ситуации оказалось еще 73 предпринимателя Иркутска. Большинство из них, как ни странно, сгубило пиво. Торговля алкоголем в нестационарных торговых объектах запрещена федеральным и региональным законами. Но бизнесмены идут на риск. В условиях кризиса важен каждый рубль. А пиво – это стабильный доход. Ведь, несмотря ни на какие экономические потрясения, оно, увы, пользуется большим спросом у покупателей. Но за такой риск предусмотрено наказание. За первое нарушение закона – штраф. В случае рецидива – расторжение договора аренды. Затем предприниматели, как правило, долго судятся с администрацией. Но суды принимают решение в пользу администрации, потому что налицо просто явное нарушение федерального законодательства. Поэтому никто под бульдозер, боже упаси, никого не сносит. Никто на улицу никого не выгоняет. Но в этих вопиющих случаях, когда недобросовестные предприниматели нарушают законодательство, у нас просто другого пути и выхода нет. При этом даже те павильоны и киоски, где предприниматели работают по закону, должны исчезнуть с улиц Иркутска. Точнее, их заменят другие. В администрации города разрабатывается проект, согласно которому все нестационарные торговые объекты будут приведены к единому виду. Это должно сделать столицу региона более привлекательной. Ну, а реализовать задуманное планируется до 2022 года. Евгений Шой, Владимир Пинаев. Новости по будням.